Итак, что можно сказать по сегодняшнему дню? Осталось мне работать буквально 2 часа 34 минуты, это максимум, сколько я могу ехать и вообще работать. А до Кёльня, куда я должен привезти этот прицеп, мне ехать 2... сколько? Сейчас 37, нет, сейчас 37. В общем, 190 километров. Так, стой, я в Кёльне сегодня не успеваю. Еще тут пришел запрос, есть ли у этого прицепа ручка для поднятия лап. Я говорю, нету, я пользуюсь своей, поэтому мне нужно заехать в Велма и... Вот, Венло и забрать у них там эту ручку. Это опять у меня время. А мне нужно завтра до 8 утра сдать, блин, прицеп. Причем не просто приехать туда до 8, а пройти проверку, все дела, да, там, приемку. Да, вряд ли я успею. Я написал вообще до диспетчера, связался, я говорю, я говорю, я-то приеду, но, блин, там приемчик, во сколько меня начнут принимать, как у меня, как у меня будут принимать, то, сё, 5-е, 10-е, примут ли этот прицеп, блин. К тому же там чуть порвано. Вот я сейчас смотрю, вот я заправил, сзади вылезло. Хорошо, что пломбу еще не поставил. Поэтому на остановке где-то буду стоять на паркинге, блин, конечно, блин, надо поправить. Вот такая ерунда. А, они уже метались сегодня, блин, я уже с вечера пишу, что, блин, не успеваю, еще там стоял 18.30. А так они мне надавали, что в 9 часов, ой, в 7 часов вечера, блин, уже другой прицеп взять и тащить его в Зебрюге. Да, вообще не читают информацию, ну ладно, это их дело. Мое дело предупредить. А то, что они читают, не читают, не мои проблемы. А вот. Ну, я надеюсь, что я в этом венлое и встану. Возможно, там, как мне говорят, там, этот, как он называется, офис, что ли, база, Эвелса. Ну, говорят, там не разрешают становиться, ну, блин, ребята, вы меня сюда позвали, чтобы я взял ручку. Вы мне не дадите, у меня время заканчивается. Что-то, что это за дела такие. Как-то вот, я думаю, коллега едет. Ну вот, надеюсь, ну, или там буду где-то искать что-то в районе Венлоу. Как-то вот так. Ну, как-то вот совершенно не волнуюсь. Вот венлоу приеду, тогда уже начну волноваться. Смотреть на карту, где можно поставить машину на парке. Уже по большому счёту, если такое дело, я бы, блин, я могу поставить до Венлоу. Встать на парке. Да не мои проблемы, блин. Завтра встать. А может быть так и сделать, это перед Венлоу встать на парке. И за троутом приехать на рецепшн. Забрать и ехать дальше. И не парить себе мозги. Надо подумать. Перепроложить. 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 Продолжение следует... 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 Налево. Налево. Хуху, ребята, с 19 я встал за полчаса до конца времени. Причем встал так очень интересно. Я приехал сюда, в эту Венлу. Вот, кстати, Эвелс. Ладно, не взял я эту защиту. Эвелс офис. Там ребята сидят. Но сегодня их только два человека. Я вот встал здесь машиной, за воротами. Побежал искать. Здесь никого нету. Ёпарасэте. Побежал там по этому за углом. Там стоят фуры. Там никакой-то не офис. Блин, уже прибежал. Нажал сюда на кнопку. Тот начал говорить. Потом смотрю, мужик. Вот отсюда парень молодой. Кричит, с ручку держит. И говорю, о, это по мне. Подбегая к нему, говорю, слушай, а где мне поставить машину? Он говорит, вот там за углом. Я говорю, нет, за углом там все, там полно. Он говорит, тогда я тебе открою эти двери. Эти ворота. Ладно, а я-то стою тут. Я ему говорю, а эти можешь открыть? Он говорит, нет, эти не могу открыть. Я поехал вперед. Потом повернул направо, вот на ту улицу. Доехал до конца. Ребята, а там тупик. А там тупик, блин. А улица эта, как бы, очень узкая. Но ничего, блин. А у меня время уже заканчивается. Метров 200 задом. Блин, какие 200? 250, наверное, 300. Задом сдал. Вот он тут выходил как раз. Потом в конце уже он там, этот парень стоял. Машины держал, чтобы они не ехали. Потому что я там задом по этой улице сдаю. Офигеть. Сдал туда задом. Потом уже заехал. И заехал ворота. Блин, вот встал вот там. Зашибись, мне нравится. Чудак говорит, парень говорит, пиво, вино, кола, кофе. Я говорю, не-не-не, какое пиво, блин. Я говорю, я же на работе. Эту самую, да, согласен. Вот он здесь выходил. Наверное, у него двери. Вот по этой улице, ребята, я ехал, блин, задом. Прикиньте. Вот по этой улице я ехал задом. Сначала туда уехал до конца. И потом он задом сдавал. Ну ничего, до того перекрестка, где машина поехала. И вообще никаких переживаний нет. Блин, пофиг. Прошел и прошел. Аварийку, главное, врубил и пошел. Настроение отличное. То есть в без десяти девять вечера я встал. Значит, я могу стартануть без десяти шесть. И, наверное, тогда я успею. Куда, куда надо. А сейчас покажу, покажу немножко сам. А, взял я кофе. Кстати, да, если мне надо взять кофе, то что я взял? А попить кто будет? Вот, дядя. Ну, единственное, он не откроет в шесть часов здесь двери. Да, вернее, я сам их открою. В шесть часов там кнопочки. И все. И уеду. Но я попросил полшестого, чтобы открыли там, чтобы я мог помыть лицо хотя бы. Вот. А вообще-то здесь на ночи они не разрешают стоять. Выгоняют. Кто-то просится там. Я думал, тут большой паркинг, знаете. А здесь просто офис. Тревелка. Ну, вот мне, блин, как бы понравился, наверное, ему. Ну, я немножко сорвал. Собрал. Говорю, у меня 20 минут, блин. Что мне делать, блин, за ваши ручки. Я тут, он говорит, нет, нет, не пора мне. Я тебе туда, там. Тогда я тебе сюда пущу, окей. Главное, блин, сделать серьезное лицо. И сказать, что это не моя вина, что так получилось. Ну, так действительно не моя вина, правда? Вот с этим я колу дал, кофе дал. Короче, веселое, веселое окончание рабочего дня. Я говорю, туалет есть? Он говорит, да, есть. Я говорю, а душ? Он говорит, нету душ. Я говорю, показываю на фонтанах. Вот же душ. Он смеется, говорит, ну да. А что, там пошел, помылся, блин, нормально. Что, ночью, блин. А вдруг я возьму и пойду, блин. На, ребята. Прикиньте, ночью пошел в душ. Помылся. Было бы клево. Кнопку нажимаешь, открывается ворота. А, так я могу сам открыть ворота, блин. Ты-то кнопку нажимаешь, открывается ворота. Да, ребята, демократы, все это так. Но нашего парня русского не обманешь. Я такие кнопки на раз открывал. Нужна просто палочка длинная, щетка. И под углом жмешь на эту штучку. Когда работал в Балтикоме, так проходили в некоторые дворы. Там даже еще дальше кнопки стояли. Ну, вот что-то. Машины там грузовые, эвелсовские. Я бы, надо было у него спросить. В презент. Поскольку я здесь стою, хочу эту, типа, дальнобойную машину такую приобрести в собственность. А, здесь можно было, наверное, пройти через двор. Ну, да. Такое интересное, вот здесь, да, из двух частей состоишь. Там, по-моему, диспетчера, а там еще что-нибудь. Похожее. Как-то глубоковато, блин, я сейчас этот. Смотрю, блин. Ну, душ хороший такой. Ну, просто вода очень мутная. Удивительно. Ноги можно только помыть. Вообще хорошо. И бананы он предлагал. Вот туда, вот там должен был, типа, я стою. Так там полный, уже парк. Не, я бы нашел, наверняка нашел бы место, где припарковаться. Этим, проблемы я бы, ну, просто я не хотел, ну, нафиг. Зачем мне надо, блин, здесь что-то париться. А, потом я там пошел, вот там они сидят. Ну, не пойду я там уже светиться. А, ну, вот до ту, вот так я доехал, вот до самого конца. А там велодорожка, ёпрст. Я уже думал, по велодорожке проеду, хер с ним. Думаю, да ну нафиг, сейчас там, там еще камни стоят какие-то. Знаете, блин. Там скажут, вообще, парень офигел, блин. Одно, ладно, дело, ты не успеваешь, но другое дело, зачем нарушать. Ну, я еще думал, может быть, если я бы не отпустил, я бы вот встал бы вот здесь. Вот где эта машина стоит, легковая, я бы вот туда еще бы встал. Я бы там поехал, вот так бы развернулся и встал бы на ее место. Да. И пофиг. Стоял бы. Надо пойти в мусорник. Так что, рассказал я, короче, окончание своего трудового дня. Где тут мусорник? Здесь нету мусорника. А, вон. Ну, иногда тут весело, ребята, жутко вообще, как подумать. Нормально. Им тут. Так. Вот, фигеть, как, ребята, как тепло, как днем. Во. Закончили, ребята, начинали этот угол. Блин, рука вообще отваливается. Что-то у меня с этим Эвелосом, блин, руки я, блин, свои вообще, блин, на больничный падет. Так, смотрите, тут такие интересные вещи, блин. Эвелос, 19.93. Cargo case. Дальше пошли. Альфа-бэй. Альфа-бэй. Энерго-электро. Энерго-электро. Бургер. Бронис-бонки. Наверное, кого не ослуживали. Изначально. Да. Титулайер. В 19.03 году, наверное. Cargo. Cargo. Доставших, наверное, этих самых. Бонни-хопис здесь. Карта там какая-то. Я знаю. Всякие машинки там. Я бы такую хотел себе машинку. Ну, ладно. То есть, ребята, устал я. Завтра мне уже в 5 вставать, пойду и отдыхать. Ну, что? Среда закончилась. Напомню, был 10-е число. Получка. День получки. Денежки пришли как положено. Ну, а я буду завершать. Спасибо, что заходите. Смотрите на мое довольно уставшее лицо. Физиономию. Ну, и как обычно, берегите себя и своих родных и близких. Все будет чики-пуки. Пока.